Всем привет, друзья! Это новый влог и сегодня мы начинаем подготовку к соревнованиям по стритлифтингу. Погнали! На самом деле я забыл, перед тем, как начать тренировки, нужно составить план тренировок и починить вот этот зуб. Тут пламба уже темнеет, короче, но это потом. Вообще всегда перед тем, как что-то увеличивать, уменьшать, улучшать, я составляю план тренировок, питание, по нему тренируюсь и смотрю, работает ли этот план или нет. Если все работает, четко прогресс идет, то такие программы появляются у меня на сайте. Кстати, если вам нужна программа, то обязательно переходите, там все проверено. Я, наверное, около года составлял все эти программы, поэтому все четко, все рабочее. Программа у меня будет рассчитана на три недели, потому что 24 марта уже приедет стритлифтинг в Эстонию, соревнования будут здесь именно. Я поеду выступать, я должен всех надрать. Почему? Потому что я лучший в Эстонии, наверное, но это не факт. Но мы попробуем. Если вы не поняли, то лучше в Эстонии по подтягиваниям, но это точно не точно. Ну что, у нас в программе вообще на понедельник будет 7 подходов. Первый подход это 24 килограмма на максимум. Можно в конце делать читинг. Что это читинг? Читинг это когда вы делаете хорошие повторения все, а потом уже, когда не остается силы, можете подергивать ногами, чтобы вам было полегче. После этого отдых 3 минуты. Отдыхаете 3 минутки и делаем второй подход. Второй подход 24 килограмма на максимум тоже. Тут стараемся уже сделать более такими чистыми без читинга. После этого отдыхаем 3 минуты. Третий подход это берем уже 15 килограмм, делаем тоже на максимум и потом отдыхаем 3 минуты. Тут стараемся делать без особого читинга, ну если только совсем чуть-чуть. То есть четвертый подход это опять 15 килограмм на максимум и отдыхаем 3 минуты. Стараемся делать чистенько. Пятый подход со своим весом на 70 процентов от максимума отдых 3 минуты. Что значит 70 процентов от максимума? Это такое состояние, когда вы можете сделать еще повторение 4-5, но не будете делать просто слазить из турника. Шестой подход это подтягивание с 24 килограммами на максимум. Тут уже много не получится, повторение 4-5, но это нужно для того, чтобы мышцам дать максимальный стресс. Следующий, седьмой подход это удержание тела в висе бицепсом и потом идет заминка. Что это такое удержание тела бицепсом? Это когда вы просто повисаете и висите в таком положении, 90 градусов угол у вас в руке и вы просто держите свое тело бицепсом просто на максимум. Ну и после тренировки подтягиваний я решил поделать немножко горизонт. Вчера дома тоже начал делать его на ночь. Вот, пока что сложно получается. Закрытый горизонт совсем чуть-чуть. Я не знаю, кстати, напишите в комментариях, это правильный закрытый горизонт у меня или нет. Совсем чуть-чуть получается держать его, но типа все равно сложновато. Видимо у меня слабенькие плечи. Нужно почаще делать горизонт, укрепить плечи. И тогда будем мощный горизонтик делать, я надеюсь. Ну что, я уже дома, кушаю орешки с сухофруктами. Тут такой микс получается орешков с сухофруктами. И знаете что, на 100 грамм вот такой смеси получается 512-513 калорий, е-мое. А тут 200 грамм в пакетике, получается 1026 калорий. Сжираете вот спокойно. Вот это заходит легко, я думаю, я бы две пачки таких съел. Два куска калорий можно, короче, за раз получить. Ну, 1000 калорий тоже нормально. Очень вкусно, кстати, я люблю это. Блин, заказал я, короче, в Литве форсунку для машины. Прислали такое дерьмище, вообще не рабочая форсунка. Не хотят возвращать ни деньги, ни менять на другую форсунку. Звоню им, они постоянно скидывают. Уже раз 500 позвонил, постоянно скидывают просто мой звонок. Я, честно говоря, совсем не наелся от этих орехов и сухофруктов. Поэтому еще бахну сейчас риса. Тоже с сухофруктами. Это изюмчик и это, как я, чернослив. Блин, должно быть тут где-то примерно тоже где-то 450 калорий. Полтора ксаря калорий. Нормально. Ну что, друзья, это новый день. Сейчас пойдем на тренировку. Попробую сделать максимум чистых выходов силой. Посмотрим на данный момент, сколько у меня повторений получится. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, сегодня снова бомбим горизонт. Ты шо, наркоман, что ли? Старайтесь коленками себя вжимать. Грудь вжимать максимально в себя. Опускать плечи и формировать вот эту вот круглую спину. Ну что сказать, закрытый горизонт у меня примерно, наверное, секунд 14 получилось максимум. Ну а че, сложный элемент, один из самых сложных элементов вообще в воркауте, поэтому над ним надо упорно, усердно долго работать. То есть, ты пойми, ты можешь выучить горизонт, не умея стойки. То есть, это реально. Вопрос чисто времени и целесообразности. То есть, какой-нибудь тип, типа того же Кузи, знаешь, с охеревшей генетикой, который там пришел, два раза подтянулся, у него, блин, раздуло его всего, и выучил элементов сразу 10 штук за тренировку. Такие люди не могут выучить горизонт, не умея вообще ничего, и не два года не будут учить, там, не знаю, за полгода, за несколько месяцев буквально они смогут его выучить. Блин, короче, ребят, я начал учить горизонт, не умея особо хорошо стоять на руках. Черт, как думаете, не учить его продолжать? Потому что без стойки на руках, говорят, я у многих спросил, говорят, что, блин, ну это дичь какая-то. То есть, желательно сначала уметь стойку на руках, а потом горизонт. Капец. И никто об этом не говорит. Сейчас я вам напрямую говорю, что, типа, нужно сначала выучить стойку на руках, а потом уже идти на горизонт. Вы можете вообще сказать, типа, а чё, чё тебе мешает сделать стойку на руках? Выуча стойку на руках. Причем я ее уже учил. Но прикол в том, что у меня рефлюкс изофагит, и многие врачи говорят, что нежелательно делать всякие стойки, и вообще качаться нежелательно, потому что это напряжение идет, и там вот эта кислота забрасывается, рефлюкс. Короче, если у меня есть врачи с медицинским образованием люди какие-нибудь, то напишите в комментариях вообще, можно ли делать стойку на руках с рефлюксом эзофагита. Очень важно. Ну и из этого видоса вы уловили хоть одну главную мысль. Это то, что нужно сначала научиться делать стойку на руках, потом переходить к горизонту, потому что если вы не научитесь стойку на руках, то горизонт у вас будет корявый, либо вообще не научитесь его делать. Вот, потому что стойка на руках, это считается базой подводящим упражнением для горизонта. Вот. А так, спасибо большое за внимание. Ставьте лайк этому видео. Кушайте игрушки. Подписывайтесь на меня в инстаграме. И увидимся в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok